Приветствую Вас! Давайте попробуем с Вами разобрать Вашу ситуацию, давайте попробуем побывать, что с Вами происходит. Вы пишите о том, что откровенничаете с людьми и часто рассказываете, что у Вас на душе. Выговариваете о форме жалобы и так далее. Получается, что первопричина Вашей модели поведения связана с тем, что у Вас есть некий источник негатива, с которым Вы не можете сами справиться. И используйте для этого, для того чтобы справиться с этим негативом, других людей. Ну, в частности, вот свою подругу Вы используете для этих целей. И так далее. То есть Вам нужен некий такой вот носитель, источник обратной связи, с которым бы Вы могли обсудить то, что у Вас, ну например, на душе. То, что Вас, например, беспокоит. Но при этом, что важно при этом, Вы не настроены на критику. То есть Вы болезненно воспринимаете критическое суждение в свой адрес. И возникает предположение у меня о том, что Вы хотите одобрение. Вы ищите одобрение. Вы ищите одобрение, одобрение создания других людей именно вот в том, о чем Вы жалуетесь. Вам именно нужно одобрение. Возникает вопрос тогда. Если Вы поступаете в определенной ситуации, определенным образом, то для чего Вам нужно одобрение? Тогда. Почему Вы не используете свой собственный регулятор? Правильно Вы поступили или нет? Получается, либо у Вас этого регулятора нет, либо он работает недостаточно четко. Что такое этот регулятор? Что он из себя представляет? Регулятор представляет из себя систему ценностей, установки взглядов, а также идеалов, взглядов. Через которые Вы пропускаете свои действия и поступки. Но для этого подобные вещи, сами ввиду, установки идеалов, ценностей и взглядов, нужно сформировать. То есть нужно, чтобы у Вас они были, а у Вас их получается либо нет вообще, либо они недостаточно четко зафиксированы, недостаточно определены. Это первое. Второе. Потребность в одобрении и потребность в частности в том, чтобы откровенничать, но во вторую очередь, не в первую. Связано может быть и с тем, что Вы в себе как бы не уверены до конца. Тогда возникает вопрос, а в чем же именно Вы в себе не уверены? Как можно конкретнее постарайтесь пояснить данный момент? В чем именно Вы в себе не уверены? И почему? Это на самом деле также очень важный момент. Ведь дело в том, что если Вы в себе не уверены, то так или иначе вы проецируете свою не уверены в себе, Вы проецируете на ситуации, в которых Вы занимаете определенное место, определенную позицию именно здесь, с которыми Вы взаимодействуете. Тогда можно говорить о том, что именно вызывает Вас не уверены в себе, какие именно аспекты вызывают у Вас не уверены в себе. Это вот тоже очень важный момент. Да, и как Вы относитесь к тому, в чем Вы не уверены в себе, как Вы себя воспринимаете? Данный аспект также является очень важным. Далее. Следующий важный момент заключается в том, что Вам необходимо, знаете как, даже не устанавливать границы, которые я неправильно использую, видимо, раз меня задевают. Нет, не в этом дело. Не в границах дело. Я немножко в другом. Дело в том, что Вы неверно изначально выстраиваете диалог. Вы выстраиваете диалог на конкретных целях и и ожидаете этих конкретных целей от другого человека. Иными словами, Вы просто-напросто ждете, что человек даст Вам именно ту реакцию, которую Вы хотели бы получить. Но человек Вам дает совсем другую реакцию. И это Вам не нравится. Это Вас не устраивает. И отсюда проблемы. Соответственно, соответственно, необходимо определиться все-таки с тем, что же Вы хотите получить от людей. Что же Вы хотите получать от них? Какую обратную связь? На основании чего? На основании каких желаний? Ну и так далее, и так далее. И наконец, самое главное. Это то, что Вы пишете по поводу ситуации. Вот, Вы говорите. Ситуации, связанные именно с тем, что Вы вынуждены выговориваться с другим людям. Нужно уметь справляться с данными аспектами самостоятельно. Для этого нужно вырабатывать средства. А для того, чтобы вырабатывать средства, нужно понять, что именно Вас беспокоит и почему. В чем именно Вы в себе не уверены и почему. И вот тогда можно будет Вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был Вам полезен. Если у Вас остались вопросы, пишите в личку, я Вам помогу. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи!